Возвращаемся в студию хорошего настроения, дорогие друзья, и в общем-то вспомним фразу классика марксизма-ленинизма из всех важнейших искусств для нас, из всех видов искусств для нас важнейшим является мультфильм. Мультфильм, да, действительно, некоторые взрослые, даже уже выйдя из всяческого детского, юного и даже молодого возраста, все-таки продолжают любить мультфильмы, смотреть мультфильмы. Я думаю, что у многих есть любимые мультфильмы. Да, вот Юра, ты какой мультфильм будешь? Гриффины. Об этом мы поговорим как-нибудь попозже, поскольку, как видите, мы не одиноки с Юрой, у нас очень хорошая компания, белорусские мультипликаторы Елена Сульза и Светлана Задрудская, девушки, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, уже, конечно, само по себе очаровательно, что в нашу мультипликацию приходят столь прекрасные девчонки, это правда здорово. Скажите, пожалуйста, как вас угораздило вообще забраться в такую, вот некоторые считают, что это мужская работа, заниматься всеми этими вот делами, так это или нет? Как вообще вот смогли осуществить мечты многих, потому что, ну, все хотят в детстве рисовать мультики, я, по крайней мере, хотел. Мы просто рисовали все время, мы закончили училище, и пошло по накатанной. После училища я попала на Белоруссин, на курс художников-мультипликаторов и зацепилась. Скажите, а вообще вот трудно быть мультипликатором? Столько же всех технологий существует, техник, перекладка, например. Есть много жанров, да, есть, мы знаем пластилиновые мультфильмы, рисованные мультфильмы, еще какие-то. Вот в каком жанре работаете вы, что вам ближе, почему бы вы выбрали именно этот жанр, почему не другие какие-то? Ну, мы работаем в 2D-анимации и методом перекладки. Это когда персонаж рисуется, в нашем случае мы рисуем это все на бумаге, вручную, делаем из этого марионетку и анимируем на компьютере. Это называется перекладка. Давайте поговорим о вот этом цикле для самых маленьких, да, которые есть. Вот расскажите, пожалуйста, об этой вашей работе совместной. Что туда входит, какие новеллы, какие мультфильмы, что за идея? Ну, у нас в сборнике 9 мультфильмов, это все авторские, и мультфильмы, мультфильмы-притчи. Что касается непосредственно такой творческой работы, режиссер, да, либо создатель, я так понимаю, или технической работой занимается человек, у вас два в одном, я так понимаю, да, вы являетесь и тем, и другим. Да, но на наших проектах мы, получается, люди-оркестры. То есть на моем проекте я и режиссер, и художник-постановщик, Света то же самое. Плюс Света еще и озвучил. А вообще, вот полный цикл, да, от начала проекта до завершения, в среднем, если можно говорить, какие-то средние сроки, потому что наверняка всех интересует, сколько занимает время изготовления одного мультфильма. Вот сколько это длится? Долго. На киностудии вот полторы минуты и дают срок три месяца. Ого. Предлагаем смотреть маленький кусочек из этого сборника, из мультфильма «Прищепки». Ой, кажется, нас забыли. Эй, давай прыгай. Хе-хе, посыпайся. Пойдем. Смотрите. Какая большая прищепка. Красивая. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрели фрагмент мультфильма. Давайте все-таки разберемся немножко с какими-то ориентирами для вас. Есть у вас какие-то режиссеры любимые, может, белорусские, небелорусские, какие-то ориентир... Ну, на кого вы просто равняетесь? Тот, кто вас вдохновляет? В общем-то, я, например, допользованно знаю историю, что Миядзаки когда-то был вдохновлен мультфильмом «Снежная королева». И из-за этого родился целый стиль аниме, да? Вот как была Герда нарисована с большими глазами. Так сейчас все японское аниме в этом стиле и продолжается. Ну, Миядзаки — это, безусловно, классик уже анимации, и на него стоит равняться. А из наших это... Ну, для меня это «Хитрук». Это... Его так и называют дедушка «Хитрук». Это основатель советской анимации. Он стоял у истоков. И основатель, но стоял у истоков. Это, конечно, каждый фильм, где можно... Так учебное пособие, да? Да, да. По драматургии. Очень хорошо. Света, для вас есть какие-то кумиры в этой области? Ну, я не могу выделить кумира. Ну, в каждом есть что-то свое хорошее. Ну, я не могу сказать, что мне вот очень нравится Миядзаки. Ну, нет. Ну, вот я смотрю, и я, конечно, чувствую, но... Ну, у меня нет такого большой любви к Миядзаке. Не знаю, почему. Может, потому что у меня другой менталитет. И все-таки менталитет белорусского человека, поэтому очень сильно... Хочется все время чего-то своего добавить, да? Немножко в Миядзаке добавить белорусскости. Да нет, очень прекрасный мультик. И, ну, у меня ничего... Просто вот мне как-то другое. Другое в вашем случае, это плюс еще и озвучка. Я так понимаю, вы пробуете себя не только как... Не только с той стороны процесса, но и глубоко внутрь пытаетесь проникнуть. Вот вы озвучивали в одной из новелл, да, «Волк и совенок», правильно? Да, я озвучивала «Совенка», я придумала песенку, вот, и потом мы совместно с Пафнутием Кузикяном, есть такой музыкант, спели эту песенку, вот, и он озвучивал «Волка», а я «Совенка». Никто со мной старым никогда не дружил, и стал я злым, а ты меня спас. Прости меня, а? И как вам процесс творческий, актерский? Бодрит. Очень емкое слово вы выбрали. Действительно, надо все время себя чувствовать в тонусе, да, для того, чтобы не потерять регистр, не потерять нотки. Что сейчас происходит в вашей творческой жизни? Я участвую в нескольких проектах, но вот один из них на киностудии, проект «Гербы», это много-много таких тоже, как новелл, которые длятся где-то по полторы минуты. Много режиссеров участвуют тоже в этом проекте. Это что-то такое по типу российского проекта «Горы самоцветов», там, где рассказывают про каждый город, я думаю. Ну, то есть «Гербы» — это про наши гербы белорусской городов? Да, вот это Маша Матусевич делала мультик, тоже дебют, она училась у Тумели в Академии искусства, вот это ее мультик. Ну, кстати, Михаил Тумели, он известен тем, что у него очень много тем посвящено Геральдике как раз-таки. Я так понимаю, что вот эта тема Геральдики белорусской, она и в этой серии найдет какой-то свой отверг, да? А чем вас заинтересовала вообще вот такая тематика? Мне кажется, это… Ну, мне кажется, очень мало людей, которые действительно интересуются историей родной страны, хотя это очень важно. Ну, мне кажется, это очень важно. Вот, поэтому, ну, тут такой развлекательный, на развлекательный манер, то есть смотреть не скучно, но в то же время познавательно ты можешь что-то узнать для себя о какой-то, о каком-то городе Беларуси и о том, какой его герб. С нетерпением будем ждать, может быть, и мы чего-то нового узнаем, я так понимаю. Ну, конечно, мы же не знаем истории всех гербов. В студии у нас сегодня находились прекрасные девушки. Это Елена Сульза и Светлана Задрудская. Спасибо вам большое. Ну, и в первую очередь, конечно, за то, что вы посвящаете свое время, свою молодость, потому что это тоже немаловажно. Находите время для того, чтобы создавать такие прекрасные вещи, такие прекрасные шедевры, которые, будем надеяться, понравятся не только детям, но и, безусловно, взрослым. Мы рады, что белорусская мультипликация живет и, в общем-то, и процветает, судя по работам. Надеемся, чтобы это все дело у нас не угасало. Нужно прикладывать веселье, конечно же, творчество, и хотим вам это творчество пожелать. Спасибо огромное. Спасибо вам доброго. Ну, а прямо сейчас в студии «Хорошего настроения», небольшой перерыв, выпуск новостей 24 часа.